МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 94-го года была ровно такая же погода, абсолютно. Абсолютно. Я была студенткой, я надела все лучшее сразу, потому что мы договорились тогда же с ним в руководстве, что нам нужно было для зачета снять сюжет. И я говорю, вот у меня есть тема, позвонила, и мне сказали, ты приходи, но только не на Крывое телевидение, а вот там немножко подальше, я туда, значит, надела. Говорю, все лучшее сразу, в Белом плаще. Но я доехала на такси до Крывого телевидения, потому что думала, это где-то рядом. И пошла вот по этой грязи, под этим дождем, в общем, в лучших своих туфлях. Вот. Какая ты пришла, я боюсь представить. Немало выставку собак под дождем. Это было удивительно. Там были такие кадры. Сколько раз ты отвечал на этот вопрос в своей жизни? Ой, 26, наверное, только. Точно. Это нормально. Вот те корреспондентские будни, что такого, знаешь, случалось, когда ты почувствовал, я вот каждому, кто к нам сегодня в кресло садится, задаю этот вопрос, когда ты почувствовала, что ты реально людям помогла? Своим сюжетом, своей какой-то маленькой фразой, возможно, сказанной в эфире. Ну, вы знаете, да так часто происходит у всех корреспондентов абсолютно. Я даже не могу такое вспомнить. Я не отмечала такие моменты специально. Ты когда в новостях работаешь, ты про это не думаешь. Ты каждый день это делаешь. Понимаешь, в такой жанр мы всегда сталкиваемся с негативом, с какой-то бедой. Кроме выставок собак. Ну, не без этого. Но когда работаешь в студии, какие там подводные камни бывают, что во время эфира что-то случается? Все бывает. У меня буквально на третьем эфире в моей жизни он вдруг стал прямым, хотя мы тогда делали записи ночные, и взорвался осветительный прибор. Ну, то есть я услышала этот звук за спиной. Во время эфира прям? Во время эфира, но это было, я уже говорила, до свидания. А, ну самое смешное, знаете, было однажды, значит, был чемпионат у нас по хоккей с мячом, и такая важная игра. И счет еще не был известен, и он был известен только к ночному эфиру. Мне продюсер говорит, слушай, я как-то с хоккеем не очень, не понимаю, я только счет впишу, там, две строчки, скажешь, и все. Ну, и я не стала как-то смотреть, там, проверять, потому что, ну, что там две строчки в конце выпуска, ну, и все, и в конце выпуска я говорю, прошел, значит, очередной матч чемпионат России по хоккею с мячом, наш Енисей встречался с архангельским водником, наши забили три шайбы. Угу, с мячом три шайбы. И тут, мы вышли из эфира тут быстро, и взорвались телефоны просто, ну вот, я представляю. Взрывались телефоны, взрывались осветительные приборы, взрывалось все, когда Ольга Тепляшина была в эфире, и, знаешь, вот у меня вопрос, как у рядового зрителя, все думают, что ведущий новостей, это человек, который пришел, прочитал там, что у него бежит на экранчике, и ушел. Какая закадровая работа у ведущих? Ну, разные, во-первых, нужно прочитать все тексты, поправить что-то, написать. Между прочим, Оля у нас иногда вместо корректора, все молодые корреспонденты, которые приходят, все сразу, если Оля читает тексты, не дай бог там у тебя ошибка, Оля тебе скажет, и ты не будешь больше эту ошибку совершать. Я, знаешь, мне я уже не могу, конечно, это, ну, потому что это происходит постоянно, с другой стороны, молчать тоже глупо, потому что так иначе никто ничему не научится. Потому что эти ошибки повторяют, и сегодняшний день еще некоторые пишут. Но я тебе по-другому хочу сказать. Я помню еще времена, раз ты уже объявил, сколько лет там, и все, я здесь. Ну, ты работаешь с двух лет, да? Я еще помню времена, когда не было интернета. Вот мы сегодня с Ильей вспоминаем. И даже порой мы от руки писали свои сюжеты. А ты помнишь времена, когда интернет появился? Ну, конечно, я еще пейджера помню. Пейджера. Революция сразу случилась в сознании, когда это произошло? Ну, нет, нет, нет. У меня, кстати, поэзжера не было, как-то я обошлась. Обошлась, да. Перешагнула сразу на айфоны. Вот Илья Зайцев нам рассказывал, что он экономист по образованию. У тебя есть образование профильное, журналистское? Да, конечно, я закончила факультет филологии и журналистики Красноярского госуниверситета. И есть второе высшее образование. Тоже журналистика? Нет. Зачем два раза на журналисты? Нет. Разные специальные. Есть магистратура по специальности управления персоналом. О, тобой может управлять, кстати. Да, почему нет? Я хорошо поддаюсь в серовке, мало ли. Оля, мы тебя поздравляем с праздником и всех наших зрителей с праздником вместе. Спасибо тебе за 26 лет. Депутатом будешь становиться? Нет. Нет. Спасибо. Спасибо. С праздником всех. С праздником всех. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова